Движение «Бессмертный полк» в Литве ширится с каждым годом. Сегодня в шествии участвовали полторы сотни человек с портретами отцов и дедов. Кто-то нес в рамки под стеклом, другие – просто на бумаге. А сверху на колонну сыпал снег. Будь то природа тоже решила помянуть погибших. Это мой папа. Он был ветераном войны, он умер уже очень давно. Слева чуть-чуть, но метров десять. Где воевал? Ну, он много где воевал, и даже в конце войны воевал с японцами. Это мой папа, он воевал, был на фронте, но прошел войну, война застала его в Утине. Это мой папа, он воевал в гражданскую войну. И в отечественную тоже. И потом он с воинской части училища, вот, пехотное перевели его сюда. И он здесь был заместитель начальника училища по учебной части. Это уже после войны. Да, и мы здесь вот с 45-го года вместе вот... Это мой дядя Стенькин Василий. Он погиб в 43-м году под Венгрией. 20 лет было, да. Восемь детей было у бабушки, и вот старший погиб. А это мой папа. Он умер уже после войны в 90-м году, но он прошел и финскую отечественную войну. Это мой отец Фарберов, Борис Афраимович. Он в 19 лет пошел на фронт. Вот, значит, сначала он попал в военное училище танковое под Волгоградом, там вот. И у них были ускорены курсы, офицерские курсы. И когда они там вот ехали на фронт, и что он разбомбили, из всего выпуска осталось 5 человек. Вот, и после этого, значит, он воевал, значит, прошел всю войну, закончил капитаном, командиром танкового батальона. Это мой отец, Варканов Егор Петрович. Но он воевал с Бандеровцами. Вот так вот. Было очень сложно. Он сначала воевал с Бандеровцами, потом он уже после войны был в Германии, в Берлине. Служил, но так как он не мог забрать свою жену, ему пришлось вернуться в Сибирь. Мы из Сибири. На праздник в Вильнюс прибыла из Украины Надежда Колпаченко в поисках могилы деда. Говорит, знала только имя, фамилию и место гибели. Помог архив и интернет. Но главное, люди откликнулись и отыскали захоронения в считанные дни. Долго я искала на картах, не могла понять, где это. И потом просто через интернет я отправила 10 одинаковых писем. Просто людям, которые проживают вот здесь вот, в Вильнюсе или в поселке Укмерге. Эти люди мне помогли. Я действительно позавчера была в Укмерге. Мы нашли это место. Конечно, самые желанные участники на празднике Победы – фронтовики и ветераны, которых, к сожалению, всё меньше. Михаил Черняков в 17 лет попал в разведку. Рассказывает, как летом 44-го воссоединились части Красной Армии с отрядом партизан. Я был в бригаде, отряд Пономаренко, бригада «Правда». Она дислоцировалась в Минской области. Это Наука, Чвома, Клинок, целая зона была. И рядом там речка Волма. А мост уже был разрушен. Они на ходу делали переправу. И мы уже их встречали сразу. Они уклянились в зону расположения нашего отряда. Где бы ни воевали и что бы ни пережили ветераны, у них одно общее чаяние, которое они настойчиво твердят своим потомкам. Главное – не допустить новой войны. Наталья Гавришова, Аудриус Андреяускас, Первый Балтийский канал.